Так выглядит начало разминки у борцов. Во главе бегущих Магомед Гаджи Насибов. На прошедших всероссийских соревнованиях по спорту глухих он занял третье место в греко-римской борьбе и первое среди вольников. Там тоже соперник, там сильно тоже был. Каждый по-своему силу был, силу он потом. Не переживал, пошел уверенность к победе. В рамках вольной борьбы Насибов провел пять схваток. Финальная стала валидольной. Так на спортивном сленге называют напряженную встречу на ковре. Ее исход всегда решается в самом конце поединка. Магомед проигрывал при счете 5-5. По последнему действию выигрывал бы соперник у него. И вот он за 13 последних секунд нашел балл. И еще там оставалось секунд, наверное, 5 добороться. Вот надо было это еще удержать. Хорошие результаты на первенстве страны показал и еще один курянин Павел Вензин. Взял две бронзы по вольной игре к римской борьбе. В этом спорте он уже больше 7 лет. На соревнованиях всероссийского уровня всегда занимает призовые места. Соревнования прошли у нас хорошо. Схваток у меня было 4. Соперники были неплохими. Некоторые были даже знакомые мне, которые я раньше боролся. Не было, конечно же, некоторых схваток, очень много ошибок. Не было выносливости и так далее. Тренеры рассказывают, у слабослышащих людей бывают проблемы с координацией. Они также часто скованы в движениях. Но спорт помогает справиться с трудностями. Только посмотрите, как двигаются эти ребята. Кстати, тренировки у сортолимпийских борцов практически не отличаются от обычных. Единственная разница в том, что между наставником и воспитанником должен быть постоянный визуальный контакт. Больше показываешь действий, потому что объяснить ему тяжело. На словах, если слышим, можно где-то что-то объяснять. Здесь больше показываешь. И чтобы быть всегда в поле их зрения. Отдыхать от турниров у спортсменов времени нет. 9 апреля они уехали на первенство России среди юниоров до 20 лет. Оно проходит в Орле. Там куряне пробудут до 13 апреля. Егор Горожанкин и Владислав Соболев. События дня.